МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больше 20 человек сейчас делают самолёты для игры. Это такой непрерывный конвейер, непрерывный поток создания самолёта. На данный момент в игре представлены три класса техники. Три класса самолёта — это тяжёлые истребители, лёгкие истребители и штурмовики. Конечно же, каждый класс техники имеет свои особенности. Конечно же, они рассчитаны на разную аудиторию, для того, чтобы геймплей был разнообразным, и для того, чтобы каждый игрок мог найти себе технику по вкусу. Лёгкие истребители — это класс, который находится на самой верхушке пищевой цепи. Это достаточно легкобронированный самолётик, который хорошо вооружён. Он и нагибает штурмовики, и тяжёлый самолёт. Его задача — защита своей базы, поддержка штурмовиков, защита штурмовиков. И они дают определённый драйв, дают почувствовать себя настоящим виртуальным пилотом, вот именно почувствовать скорость, почувствовать энергию, почувствовать, сделать попротив какие-то фигуры высшего пилотажа, поохотиться за теми же штурмовиками, к примеру. По вооружению это очень серьёзная машина, это, конечно, не тяжёлый истребитель, но огневая мощь вполне позволяет сбить и штурмовик, и тяжёлый истребитель. Штурмовики — это совершенно противоположный класс техники по сравнению с лёгкими истребителями. Они более тяжёлые, они более неповоротливые. Многие штурмовики, особенно высокого уровня, они, в принципе, способны для себя постоять. Тот же Ил-40, это вполне себе такая серьёзная машина. В лобовой лучше не ходить. Если команда хочет выиграть, действительно выиграть, а не просто вот каждый сам за себя, вот я посчитал свои количества фрагов, а всё остальное мне неинтересно, то штурмовик — это может быть как раз той решающей силой, которая принесёт нужные очки команде. Тяжёлые истребители, наверное, на мой взгляд, это такое золотое сочетание между штурмовиками и лёгкими истребителями. То есть он может и с лёгкими погоняться вполне себе, особенно если это идёт речь об аеханной вертикали. Каждая нация будет иметь свои изюминки. Например, американская ветка самолёта имеет палубные истребители, и это как раз изюминка американской нации. Другие нации будут иметь свои изюминки, но это, в общем, сюрприз, который постепенно вы будете видеть в игре, постепенно будете видеть в наших дневниках. И это позволит ещё более разнообразить игру и ещё больше вызовет интерес от того, что вы будете открывать в игре разные возможности. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова